В Восточном Казахстане бурно обсуждаются первые результаты программы переселения по дорожной карте занятости. Местные общественники предлагают расширить проект и сделать восточно-казахстанский регион привлекательным не только для приезжих специалистов, но и для местных жителей. Что предоставляет государство переселенцам и почему на их месте мечтают оказаться коренные жители, расскажет Индира Какимова. Олеся Грищенко – учитель русского языка и литературы. В селе Карасу Жамбульской области она работала по специальности, но жилье приходилось снимать. Когда на горизонте замаячила надежда на обретение собственного угла, педагог, не раздумывая, стала участником госпрограммы по переселению. Теперь семья Олеси обосновалась в Ридере, получив вместе с крышей над головой еще и солидные подъемные. Оно привело к первую очередь тем, что сразу же выделяют жилье, сразу же дали двухкомнатную квартиру, это плюс. Также содействуют в трудоустройстве. Не просто вот мы приехали, они берут нас за ручку и водят по всем этим местам, по всем работам, нравится, не нравится. Очень большое им спасибо, огромное спасибо. Подошли к нам творчески, как к родным, можно сказать. Первые переселенцы в Ридер стали приезжать около месяца назад. В этом восточном городе ощущается острый дефицит кадров в области здравоохранения, строительства, педагогики и узких технических специальностей. Нехватку профессионалов город решил перекрыть за счет приезжих из южных областей. Первым участникам программы уже вручили ключи от новеньких квартир. Они предоставляются сроком на пять лет с правом выкупа по остаточной стоимости. Сумма аренды при этом составляет всего пять тысяч тенге. На сегодняшний момент вакансий очень много. Это более 500 вакансий. Еще строятся детские сады, открываются частные детские сады, куда тоже будут требоваться. Но это более 700 будет вакансий. А вот отношение местного населения к такой инициативе властей оказалось неоднозначным. Далеко не все убеждены в том, что нехватку кадров можно восполнить за счет приезжих. Мол, и в регионе своих специалистов хватает. Тем более, что условия программы вполне привлекательные. Как выяснилось, профессионалы все-таки есть. Но местным жителям льготного жилья никто не предлагал. Вот и вышли общественники Восточного Казахстана с инициативой выдавать квартиры не только приезжим. Хотелось бы, чтобы по этой программе больше привлекалось местного населения. Почему? Потому что тогда им не придется ничего ломать в собственной жизни. Они получат те же самые блага, что и предлагают, допустим, по программе переселения из южных районов. При этом общественники указывают на то, что в окрестностях того же Ридера есть много депрессивных сел, население которых так же, как и жители юга страны, страдают от безработицы. Дойдет ли поддержка государства до этих сел? По словам вице-премьера Бердебека Сапарбаева, могут. Но почему-то пока еще не получают. Впрочем, проект пилотный. И местные жители надеются, что в будущем они окажутся полезными родному краю. Индира Какимова, Кирилл Ефремов, Информбюро, Восточно-Казахстанская область.